У Лаврова запретили въезд в Россию Степану Бандере и сотне канадцев. Министерство иностранных дел России вело санкции против 100 граждан Канады. Им запрещен въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел России. При этом внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что это ответ Москвы на постоянную практику введения санкций режимом премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Среди подсанкционных лиц. Целая плеяда журналистов, внук проводника Оун Степана Бандеры, также Степан, писатель и деятель кино Дэвид Безмозгис, актер Джим Кэрри и актриса Кэтрин Винник. Кроме того, в списке фигурирует руководитель управления безопасности связи Канады Питер Маккей, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит. Бывший премьер-министр провинции Квебек Жан Шаре, исполнительный директор института Кёскит при университете Роял Роудс Томас Хаммер Диксон, переводчик. Канадского института украинских исследований при университете Альберты Оксана Мариняк, организатор проекта «Ангелы-хранители Украины» Лиза Шимко, основатель проекта «Бутсфор Юкрейн» Александр Бакус. Также в этом списке оказались спонсоры Канадского украинского конгресса «Арест Джулинский» и «Арест Проциф». Учредители фонда «Зараска» Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров фонда семьи Мигаль, представители украинского кредитного союза и канадско-украинского фонда. Недавно Канада ввела новые санкции против России из-за серьезных нарушений международного мира и безопасности, которые привели к международному кризису. В список попали известные российские пропагандисты. Ранее РБК Украина сообщала, что 28 октября Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничение попали еще 35 граждан, включая руководителей компании «Газпром». Срочные и важные сообщения о войне. России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.